Для того, чтобы начать создавать интернет-магазин, у вас должен быть домен, хостинг и установленный движок WordPress на вашем хостинге. Если вы не знаете, как это сделать, то напишите мне, и я вам помогу с этим. Итак, для начала нам нужно установить тему оформления. Для этого заходим во вкладку «Внешний вид», выбираем «Темы», «Добавить новую». Вот в этом поле вводим «New Shop E-Commerce». Вот она еще не отобразилась, но вот начинается отображаться. «Установить». Ожидаем. Так, теперь берем снова на тему. Вот сюда кликаем. Вот она, тема наша установилась. «Активировать». Кликаем. Все, тема у нас активирована. Теперь нам нужно установить все необходимые плагины. Для этого кликаем по вкладке «Плагины». У нас установлено два базовых шаблонных плагина. Нам нужно их выделить, выбрать в действиях «Удалить» и кликнуть «Применить». Так, теперь нам нужно установить все необходимые плагины. Для этого кликаем «Добавить новый». Во-первых, нам нужно установить плагин «Во-Коммерц». В области поиска вводим «Во-Коммерц». Вот он у меня уже автоматически определился. Вот этот плагин. «Установить». «Активировать». Каждый раз, в каждом курсе я вам не перестану напоминать, потому что происходят ошибки. Как только у вас активируется плагин, открывается вот этот мастер настройки «Во-Коммерц». Именно плагин «Во-Коммерц». Не закрывайте его. Если закроете, не пройдете настройку через этого мастера, подумайте «А, и потом все установлю», то у вас некорректно установится интернет-магазин на ваш WordPress. И, как следствие, например, не будут созданы страницы с каталогом товаров, магазин, корзина, оформление заказа. И вот все такие специфические страницы. Конечно, можно их создать вручную, но они потом у вас летят, и магазин будет работать некорректно. А исправить это можно лишь полностью, удалив WordPress. Или плагин «Во-Коммерц». Но это надо в файлах сайта на вашем хостинге лазить. Не все это могут сделать, поэтому пройдите установку через этого мастера. Здесь выбираем страну. Далее в почтовый индекс. У меня автозаполнение включилось. «Адрес». Дополнение по адресу можно убрать. «Город» выбираем. То есть все ваши данные вводим. Адрес обязательно вставляйте, потому что, если вы потом подключите дополнительные плагины расчета доставки, например, «Сдек», заплатите за этот плагин, подключите платный, он будет считать стоимость доставки от адреса, который вы указали вот здесь в настройках. Он будет относиться к нему как к адресу вашего местоположения, к адресу вашего магазина. Далее выбираем «Валюту». Здесь рубль я веду российский. Здесь можно выбрать, что вы продаете, физические товары, либо цифровые, либо цифровые физические товары. Цифровым товаром относятся, например, различные лицензии, видеокурсы, ну, все, что мне нельзя ощутить фактически. В общем, я выбрал «Физические товары». Также я ставлю галочку, просто буду продавать товары лично и кликаю «Поехали». «Продолжить». Здесь нам предлагается выбрать варианты оплаты. Выбор, настройку вариантов оплаты и доставки мы сделаем позже, почти в самом конце курса. И поэтому, даже не в конце курса, наверное, в серединке курса мы это сделаем. Вот здесь выбираем маркер PayPal и кликаем «Продолжить». Здесь то же самое мы позже настроим, но пока давайте вот здесь 300 поставим так, и здесь 300 поставим и кликнем «Продолжить». Теперь кликаем «Пропустить этот шаг». И здесь также мы кликаем «Пропустить этот шаг». Все, у нас все установилось и настроилось. Теперь кликаем «Перейти в консоль». Далее нам нужно установить все остальные плагины. Итак, переходим в «Плагины», «Добавить новый». Давайте по списку следующий плагин мы установим для настройки функционала отбора товаров в «Избранное». Все, что нужно, это ввести вот такие символы. Вот он уже определился. Смотрите, сейчас выйдет море этих плагинов, но нам нужен плагин от «Откоммерц». Вот он. «Установить». Просто устанавливаем, остальные плагины не активируем. Следующий плагин для настройки полей оформления заказа после «Корзины». Значит, он называется «Сафали». Вот он. «Сафали Вокоммерц Раша». «Установить». Следующий плагин нужен для настройки панели авторизации. Вот выводим «Видж Аякс». И смотрите, вот он, этот плагин «Логин Видж Аякс. Установить». Далее нам нужно установить плагин, с помощью которого мы обезопасим наш сайт. «WP-Login». Вот, переименовать «WP-Login.PHP». «Установить». Теперь нам нужно установить плагин для настройки фильтров товаров. Для этого просто нужно ввести вот так вот «Woof». 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 Давайте введем «Woof продукт». Даже «Woof фильтр». Вот так вот. Вот он. «Установить». Теперь нужно установить плагин для настройки вкладок в карточки товаров. «ProductTabs» нужно ввести. «ProductTabs». Вот он, этот плагин. «Custom ProductTabs». «Установить». Следующий плагин – это для установки иконок в пункт «Меню». «Меню» «Icons». Вот он, этот плагин. «Установить». Следующий нужен плагин для расширения панели редактирования контента страниц и товаров. «Advanced». Вот он, с карандашом выбираем вот этот плагин. Теперь нужно нам установить три плагина. Во-первых, это «Wepforms» для создания формы обратной связи. «Установить». «PoopUpMaker» для создания всплывающей формы, ну, всплывающего окна в целом. Вот он, этот плагин. И «MaxButton» для создания кнопок. Вот он, этот плагин. Теперь «SmartSlider» для создания слайдера. Теперь нам нужно установить плагин, который позволит расшаривать, ну, то есть, даст возможность клиентам положить какой-то товар у себя в социальной сети и рассказать об этом товаре друзьям. Ну, то есть, как бы, это как бы, как кнопки поделиться по социальным сетям. Все, что нужно делать, это «Sessi Social» ввести. «Sessi Social». Вот он, этот плагин «Установить». Теперь следующее, что нужно установить, это плагин «Elementor». Это, как бы, конструктор интересного создания страниц. Ну, мы страницу в магазине сделаем на плагине «Elementor». То есть, как бы, с дизайна блендинга установить. Теперь также нам нужно установить плагины, которые настроят нашу панель авторизации. Например, мы поставим возможность использовать «Capture». То есть, проверку против ботов. Вот она, вот она. Смотрите, запомните, вот этот плагин с крестом таким. «Установить». Так, теперь следующий плагин нам нужен для того, чтобы настроить адресата, который, адресата в письме, который будет приходить клиенту после того, как он зарегистрируется на сайте. То есть, чтобы не было адреса от WordPress, а ваш конкретный адрес. Вот, CB Change Mail Sender. И последний плагин для настройки панели входа в ваш сайт, то есть, панельки авторизации. То есть, там будут два варианта дизайна этих панелек, смотря по какой кнопке кликает кликер. Нам нужно ввести вот так вот. Вот так вот нужно вам ввести. Вот он, этот плагин с лампочкой как бы. «Установить». И теперь можно с помилой кликнуть и активировать, потому что это был последний плагин, который нам понадобится. Теперь нам нужно выделить все плагины и снять галочки из тех плагинов, которые мы уже активировали. Они вот таким голубым имеют такую голубую подсветку. Их всего два. Внизу выбрать действия «Активировать» и кликнуть «Поприменить». Все, давайте снова в плагины перейдем и посмотрим. Все у нас, все активно. Все отлично. На этом установка темы и настройка плагинов завершена. Также у вас под видео будет ссылка, по которой вы можете открыть инструкцию, в которой будут перечислены все установленные нами плагины. Также будет указан разработчик, чтобы вы могли нормально отсортировать эти плагины. Будут приведены изображения их, аватар изображения, чтобы также вы могли не спутать эти плагины. И описание, для чего эти плагины нужны. Это нужно для того, чтобы вы установили те самые нужные плагины, а не для того, чтобы случилась такая ситуация, при которой вы установили не тот плагин и не понимали, как его настроить и почему у вас ничего не получается. В общем, смотрите, внизу ссылка есть на инструкцию, открывайте ее и устанавливайте по ней плагины. Продолжение следует...